Четыре месяца безуспешных переговоров. За это время даже миссия ООН по правам человека так и не смогла добиться конфиденциального разговора с теми, кто находится в заложниках у боевиков на Донбассе. А таких людей больше сотни. Это и военные, и обычные гражданские. В последний год освобождение пленных идет крайне сложно. Террористы срывают все договоренности. И больше сотни украинских граждан находятся в заточении в нечеловеческих условиях. Любовь Кукла пообщалась с людьми, которым удалось вырваться из этого ада. Их истории дальше. Они прошли через то, что сложно представить в цивилизованном мире 21 века. Пыточные в сырых подвалах и унижении. В плену боевиков ДНР и ЛНР побывали тысячи украинцев, военных и гражданских. Эти кадры без преувеличения видел весь мир. Слепой, без обеих кистей, украинский партизан Владимир Жемчугов обнимает свою жену. Пойдем. Пойдем. С тех пор прошел ровно год. Сейчас Владимира не узнать. Уверенным шагами, широкой улыбкой он вместе с женой Еленой поднимается к нам на канал. И сразу вызывает восторг, крепко пожимая мне руку. О! И сам на компьютере смотрит видео своего освобождения. После шести сложнейших операций и реабилитации в Германии ему поставили протезы и частично вернули зрение. Но есть раны, которые не под силу вылечить даже лучшим медикам миром. Вы это помните? Да, я это помню. Моя семья долго боролась, трубы мне не мучили воспоминания, страшные сны. Поначалу, да, были беспокойные сны у меня. Хоть время и лечит, воспоминания, говорит Владимир, слишком свежим. Я не видел ни солнечного света, ни чистого воздуха. Меня не водили на прогулки. Единственная моя прогулка была в палате от стенки до стенки. Это семь шагов. Сейчас Владимир все еще на реабилитации. Чтобы хоть частично вернуть прежнее здоровье, ему предстоят годы лечений. Но на судьбу не жалуется. И за поддержку благодарит свою жену Елену, которая не отходит от него ни на шаг. Алло. А кто вам звонил? Ну, когда меня освободили, вот этот момент, первый звонок, мы позвонили маме. Сказать, что я уже освобожден. Но потом мне позвонил президент Порошенко. Фильм ужасов наяву. Так вспоминает свой плен украинская журналистка Мария Варфоломеева. Ее коренную жительницу Луганска. Могевики отправили в заключение за фотографии. Это 9 января. Это день очень трудно забыть, к сожалению. Потому что я просто шла, фотографировала обычное здание, обычный жилой дом. И из него вышли люди с автоматами. И на этом моя журналистская деятельность в Луганске остановилась. Оказалось, это был стратегический объект боевиков ЛНР. Место их дислокации. За это Машу обвинили в шпионаже. Ее обмен срывался несколько раз. Прошло больше года, прежде чем Варфоломееву все-таки удалось освободить. Я стою перед турникетом и пытаюсь собрать, хотя я в Киеве жила уже очень много лет, и я понимаю, что нужны жетоны. И я обращаюсь к девушке. Я говорю, девушка, извините, у вас нет жетончика лишнего? Она мне его протягивает и говорит, с освобождением вас. Мы очень за вас рады. Это такое было счастье. Сейчас Маша, студентка Могилянки, учится на втором курсе, изучает психологию. Но из журналистики девушка не ушла, пишет материалы для украинских СМИ. Правда, на фрилансе, ведь теперь всю себя посвятила учебе, как и мечтала. Владимир Жемчугов, Мария Варфоломеева. Истории этих людей все-таки закончились благополучно. Но так везет, к сожалению, не всем. Вот фото людей, которые вернулись из ада, из ада пленобоевиков. Многие прошли через пытки. Всего удалось освободить 3000 человек. Но когда вернутся домой, остальные пока неизвестно. А остальные, это больше 100 человек. Точное количество определить сложно. Боевики отказываются обнародовать списки пленных. И если с военными ситуация обстоит немного проще, гражданских террористы предпочитают не отдавать, называя их гражданами псевдореспублик. Среди таких ученый-религиевец мировым именем Игорь Козловский. Мы живем в очень сложное время. Очень сложное и время, которое можно назвать временем выбора. Этот выбор всегда между добром и злом, между светом и тьмой, между миром и войной. Из оккупированного Донецк Козловский уехать не смог. Осталось ухаживать за сыном-колясочником. А в январе прошлого года попал в плен к боевикам. Вот только за что неизвестно. Был взрыв на площади Ленина, какой-то микровзрыв. Взорвали пятку Ленина, памятника. И после этого там покатилась волна репрессий. И вот в этой волне репрессий арестовали его. Официальной информации о причинах задержания ученого не было. По словам родственников, его обвинили в хранении боеприпасов и шпионаже. Ухаживал за сыном, ходил на прогулки. И писал дома в фейсбуке, читал книги. Готовил там свои работы для конференции, статьи какие-то научные писал. То есть никакой другой деятельности он не вел. Поэтому, а что послужило причиной, мы не знаем. Не знают, но продолжают надеяться на чудо, как и родственники остальных украинских пленных. За их возвращение домой официальный Киев в рамках компромисса намерен освободить больше трех сотен пророссийских диверсантов. За этот год из рук боевиков освободили лишь двух женщин. На этом обмен пленными застыл. Любовь к куклу, Геннадий Аникиенко, Елена Зурина, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер.